Внимание, загадка. Миссис Уайт постоянно жалуется, что муж держит ее в ежовых рукавицах и ограничивает ее социальную жизнь. В частности, из-за его отговорок и запретов она так до сих пор не записалась в танцевальную секцию, хотя с юности об этом мечтала. По совету друзей Уайты обращаются к семейному психологу, и после нескольких консультаций мистер Уайт становится покладистей, мягче, демократичнее и выпускает свою ненаглядную на волю. Миссис Уайт наконец осуществляет давнюю мечту и отправляется в танцевальную студию. Вечером того же дня у Миссис Уайт случается истерика. А теперь вопрос, что пошло не так? Скорее всего, прямо сейчас сходу вы не догадаетесь, в чем здесь подвох и где, как говорится, собака зарытым. Описанная ситуация представляет собой то, что некогда психолог и психотерапевт Эрик Берн, настоящий у истоков транзактного анализа, назвал игрой. И если вы посмотрите на эту ситуацию еще раз, только уже через призму транзактного анализа, все встанет на свои места. И вообще, после того, что вы услышите в этом видео, ваш взгляд на других людей, на общение с ними, да и на собственные состояния и переживания уже не будет прежним. В серьезном. Когда я первый раз познакомился с транзактным анализом, отражение его идеи мне стало мерещиться повсюду. У реальности, у того, что и как говорят люди, как они взаимодействуют между собой, в дополнение к внешней стороне появился еще и, знаете, такой внутренний, скрытый план. Второе дно, которое внезапно стало видимым для глаз. Что даже вылилось в некоторые мини-прозрения. Блин, а вот оно, почему так, это же все объясняет. Нет, не хочу, чтобы это звучало как замануха, как кликбейт, хотя мы уже и так кликнули. И транзактный анализ, как и любая другая психологическая или философская концепция, это не универсальный ответ на все вопросы, а всего лишь один из множества инструментов, помогающий лучше понять себя, источники своих неудач, мотивы поступков других людей. Не понимаю! Как линза, накладывающаяся поверх реальности и помогающая увидеть ее в новом свете, увидеть, что многое из того, что вокруг, на деле совсем не то, чем кажется. Вот, например, ты иногда обращаешься к взрослому человеку, ну прям реально взрослому, а тебе отвечает ребенок. Как такое возможно? Да, очень просто. Побернув каждой личности, уживается три эго-состояния. Эго-состояние взрослого, ребенка и родителя. Пожалуйста, только не путайте со всякими расщеплениями личности, даже если на экране будут мелькать кадры из плита. Не обращайте внимания, просто больно уж хорошо они ложатся на повествование. И вообще, почему бы лишний раз не отдать должное актерскому таланту Оксимирону? Эго-состояние представляет собой лишь три разных логики поведения, три подхода к взаимодействию с миром. Мы все когда-то были детьми, и в нас навсегда отпечатался образ себя из детства. И наш внутренний ребенок всегда с нами, и мы порой ведем себя по-детски, в хорошем или не очень хорошем смысле этого слова. Есть, например, адаптивный ребенок – модель поведения, которую мы приобрели в ответ на «должен, нельзя» наших родителей. Например, ты должен быть вежливым с другими. Нельзя просто взять и начать открывать им глаза на то, что они страшненькие, глупые, или что от них плохо пахнет, даже если это так. Вообще не такое уж плохое наставление, но установки могут быть весьма и весьма вредоносными. Например, папа ругается, когда ты плачешь. Поэтому следует скрывать негативные эмоции. Когда же адаптивного ребенка все достает, он превращается в бунтующего ребенка. Этакий внутренний маленький засранец, который подначивает тебя свалить с пар, напиться накануне важной встречи, заговорить о политике за ужином с родителями девушки, потому что никто не смеет нас контролировать. А есть еще свободный ребенок. Он символизирует все самое непосредственное, творческое, непринужденное, что в нас есть. Например, сценарий к видео я, видимо, пишу из позиции такого ребенка, который наслаждается игрой в кубики слова. Их еще нужно расставить определенным образом, и если все сделать как надо, то потом в комментариях его даже похвалят. Неужели вы пожалеете комментарий для ребенка? Нас всех воспитывали родители, ну или кто-то заменяющий их в этой функции. И эти люди оказали очень-очень важное и порой неизгладимое влияние на наше становление. Таким образом, эго-состояние родителей – это образ наших родителей, созданный и запечатленный нашим сознанием. Голоса пап, мам, бабушек, дедушек, учителей, преломленные через призму детского восприятия, которые навсегда останутся с нами. Ну ты болван. Да, это же надо было такое нащудить. Знакомый внутренний голос? Еще бы. Это голос нашего контролирующего родителя. Но внутренний родитель может не только контролировать и хамить, он может также говорить весьма мотивирующие и успокаивающие вещи, вроде таких. У тебя все получится, ты же знаешь, что справишься, и не через такие передряги проходили. Это голос поддерживающего родителя. Целым эго-состояние родителей отвечает за контроль поведения и нравственные ориентиры. А еще иногда, как ни странно, мы можем мыслить рационально и логически, принимать решения, свободные от зажимов прошлого, детских представлений о мире и влияния других. Это означает, что в нас очнулось эго-состояние взрослого, и когда оно активировано, мы живем здесь и сейчас, и адекватно реагируем на вызовы реальности. Эго-состояния могут сменять друг друга без нашего ведома сколько угодно раз на днем. При этом может также меняться интонация, поза, жестикуляция, выбор слов. Только что Вероника вела беседу с коллегами из позиции рассудительного взрослого, говорила твердым голосом и сдержанно улыбалась. Но стоило на пороге появиться Владимиру, так ее взрослого тут же вытеснил игривый ребенок, который дует губки, кокетливо опускает глазки, громко хихикает над идиотскими шутками. Слышал от ребят постарше, что это называется флиртом. Среди эго-состояния нет какого-то вредного и лишнего эго-состояния, которое другим эго-состояниям следует под шумок дружно выпилить. Все эго-состояния важны, все эго-состояния нужны. И ключ к полноценной жизни, как обычно, в балансе. Проблемы возникают, когда внутренний взрослый находится в довольно ущемленном положении, и ему никто не дает слова. И в определенных ситуациях у штурвала оказывается совсем не тот, кто там нужен, что порой приводит к неадекватному поведению и затрудняет взаимодействие с окружающими, ты и жизнь в целом. Например, друзья пригласили тебя повеселиться. Надо идти. Кому из эго-состояния поручить эту миссию? Этому? Этому? Или этому? Ну, я бы сказал, что ребенку, если ты идешь на встречу с людьми, которых хорошо знаешь, которым доверяешь и с которыми можешь отпустить себя, подурачиться там, посмеяться, но в итоге почему-то на злосочетет он. И в тебе просыпается грюзга. И ты сидишь весь вечер в стороне от всех с кислым холебалом, про себя возмущаясь, что музыка плохая, и пицца с ананасом, и девицы распущены себя ведут, и из балкона несет куревом. И зачем пригласили этого невменяемого Илью? Или ты ищешь работу. Какой из трех эго-состояний справится с такой задачей наиболее эффективно? Это? Это? Или, может быть, это? Ну, наверное, взрослый. Он же лучше всех умеет ориентироваться в окружающем мире, исходя из реалий рынка и перспектив развития отраслей найдет самую подходящую вакансию, а на собеседовании не взболтнет лишнего. Ну, какого-то черта этим занимается он. Вот он. Который только делает вид, что ищет работу, но, видите ли, нет подходящих вакансий и не появится. Знаете почему? Потому что он совсем не против посидеть на шее у родителей или на пособии. И чего суетиться? Ведь все нормально было. Но если надо, он готов сделать вид, что очень-очень усердствует. Но просто вот, видите ли, что-то не складывается. И если бы вместо этого мелкого саботажника за дело взялся ответственный взрослый, он бы, я не утверждаю, просто предполагаю, начал с того, что записался на курс «Осознанная карьера», как она сидела по душе от образовательной платформы «Скиллбокс». И вот три признака, что этот курс для вас. Вы стоите на перепутье и не знаете, кем хотите стать, когда вырастете, даже если у вас уже собственные дети, есть, в принципе, вариант просто переждать до пенсии. Вы каждый день с наслаждением репетируете фразу «Я устал, я ухожу», но не знаете, куда увольняться, поэтому ничего не меняется. Ну или вы в активном поиске работы, и вам нужно, чтобы кто-то помог разобраться во всех этих сложностях. Какие профессии наиболее востребованы сейчас, станут востребованы завтра, как заинтересовать работодателя, как составить хорошее грамотное резюме, нет, не вот такое, а хорошее резюме. И, в конце концов, как услышать себя и понять, чего я хочу. И на эти вопросы вам помогут найти ответы не абы кто, а сертифицированные карьерные консультанты и профессиональные психологи. Вы научитесь отслеживать внутренние установки и схемы поведения, которые не дают вам расти, узнаете, как компании ищут и отбирают сотрудников, и как быть неотразимым на собеседовании. В общем, там такой большой-большой список мета-навыков, которыми вы овладеете по итогам курса. Лучше, как говорится, один раз самому увидеть, а познакомиться с программой и записаться на курс можно по ссылке в описании к видео. Очень кстати, что сейчас на курс действует скидка 30%. Главное, не поручай это ему. Не поручай это ему. Рекламу вы посмотрели, значит пора и честь знать, можно потихоньку сворачивать видео. Но как же так? Мы ведь до сих пор не узнали, почему транзактный анализ называется транзактным. Что это за транзакции такие? Под транзакции понимается единица взаимодействия между людьми, а именно стимул плюс ответная реакция. Грубо говоря, ты что-то спросил, тебе ответили, вот и состоялась транзакция. Транзакции бывают дополнительными и пересекающимися. Например, когда человек из эго-состояния взрослого обращается к эго-состоянию взрослого в другом человеке и получает ответы из того же эго-состояния, к которому обращался, то есть из взрослого, такая транзакция называется дополнительной. Коммуникация с дополнительными транзакциями ощущается как гладко, приятно и бесконфликтно, и ее легко поддерживать. А вот если ответ собеседника пришел, скажем, из эго-состояния родителя, и вместо того, чтобы просто поделиться с тобой информацией, тебя начали получать, это уже пересекающиеся транзакции. Подобное взаимодействие поддерживать непросто, да и в общем не хочется. Но самое интересное начинается, когда дело доходит до скрытых транзакций. Давайте сразу пример. Продавец в магазине электроники говорит клиенту, этот телефон самый модный, современный, красивый, но, к сожалению, вы все равно не можете его себе позволить. На что клиент отвечает, знаете, я возьму именно этот, как раз то, что мне нужно. На первый взгляд, это разговор двух взрослых. Один взрослый делится с другим информацией, на основе которой второй взрослый принимает свое взрослое решение о покупке. На социальном уровне оно так возможно и есть, но на психологическом наш консультант еще тот же Чара и обращается не к взрослому в покупателях, его ребенку, дыря на слабой и подначивая на бунт против финансовой несвободы. Не хотела бы подняться ко мне выпить чаю? Давайте ему свежего чая. Вопрос не так прост, как кажется, верно? Внутренний ребенок, прячась под более социально приемлемым предложением взрослого устроить чайбитие, с малиновым вареньем, посылает недвусмысленные сигналы внутреннему ребенку собеседнице. И ее ребенок, хоть и понимает, что до чая дело вряд ли дойдет, от лица взрослого соглашается, потому что, видите ли, в такую холодную погоду чай был бы очень кстати. С малиновым вареньем. И вот мы сами не заметили, как проскользнули на территорию игры. Помните историю из начала видео про Миссис Уайт и ее страсть к танцам? Как я уже сказал, это и есть классический пример игры. И в транзактном анализе она зовется «Если бы не ты». На социальном уровне Миссис Уайт выступает в качестве взрослого, который столкнулся с проблемой в семейной жизни, с препятствием на пути к заветной мечте и теперь добивается своих взрослых целей. Но на психологическом, скрытом уровне, Миссис Уайт ведет себя как неуверенный ребенок, который больше всего на свете боится знаете чего? Танцев. Или просто любых выступлений на публике, отсюда и приключившиеся с ней после первого занятия истериком. Где-то внутри, подсознательно, она знала, что панически боится выступлений, но не хотела себе признаваться. Поэтому не случайно выбрала такого властного и деспотичного парня себе в мужья, который ограничивал бы ее свободу. Это позволяло ей пребывать в замечательном положении. С одной стороны, можно жаловаться на мужа и перекладывать всю ответственность за свою социальную инертность на его крутой нрав, а с другой – надежно отградиться от своего страха. Под игрой понимается любое взаимодействие между людьми, соблюдающие два главных условия. Первое. Есть скрытые мотивы. На поверхности – внешний социальный план, где оперируют взрослый, а под изнанкой – внутренний психологический, где под прикрытием чинных взрослых намерений плетет свои интриги внутренний ребенок или родитель. Второе. Предусмотрен некий выигрыш. Например, в игре «Если бы не ты» выигрышами, среди прочих, могут считаться возможность укрыться от ситуации, внушающих страх, и найти подтверждение жизненной позиции «Все мужчины-тираны». И самое веселое, что чаще всего, за исключением случаев намеренной манипуляции, как в примере с консультантом в магазине электроники, люди не осознают, что ведут какую-либо игру. С их перспективы они просто живут, просто общаются, и ничего такого не делают, ведь они взрослые. Взрослые же не играют в игры. Следующая игра, как мне кажется, в народе, ну уж очень распространена, и вы наверняка сейчас узнаете кого-то из своих знакомых, а если уж себя самого, то моё почтение. Называется она «Да, но». И о ней вам расскажет мой коллега Антон с канала RedWolf. Антон, как слышно? Спасибо, Денис. Слышно потрясающе. Ситуация, значит, следующая. Приходит как-то миссис Уайт к своим друзьям и говорит, мол, у сына моего в последнее время оценки плохи. Не знаю, что и делать. Друзья, они на то и друзья, чтобы помочь. Поэтому наперебой начинают давать советы. А ты вместе с ним домашку готовь? Да, но у меня совсем нет на это времени. А ты ему репетитора подыщи? Да, но откуда же взять деньги на ещё одного репетитора? А ты с учителями поговори? Да, но... Итак, на каждое предложение миссис Уайт будет отвечать фразой типа «Да, но». Ни одно из предложений ей так и не угодит. И когда в комнате повиснет неловкое молчание, это будет означать, что миссис Уайт одержала победу в этой игре. Неискушённому наблюдателю может показаться, что никакой игры тут и в памине нет. Просто группа взрослых людей обсуждают повседневные проблемы и их решения. Но на деле в данную секунду миссис Уайт глубоко плевать на проблемы малыша Билли. Этот разговор затеян совсем с другой целью. Доказать всем окружающим, что её проблемы им не по зубам. При более близком рассмотрении становится видно, что миссис Уайт ведёт себя как ребёнок, не способный решить проблему. Остальные становятся нравоучительными мудрыми родителями, которые спешат поделиться с глупышкой ребёнком своими познаниями. И ребёнок, отвергая предложение за предложением, наслаждается тем, что выставляет этих снобов родителей дураками. Денис? Спасибо, Антон. С нетерпением ждём вашего следующего включения. А вот ещё одна игра, в которую, признаться честно, иногда я и сам играл. Называется она «Смотри, что я из-за тебя сделал». Мистер Уайт под прикрытием галантности предлагает выбрать жене, в какой ресторан они пойдут сегодня вечером. Мол, как скажешь, дорогая, так и будет. Такое проявление взрослой учтивости. Но на деле это снова ребёнок, который боится брать ответственность. И если что-то врачит вечер, например, подгоревший стейк, мистер Уайт не применит высказать супруге «Смотри, у вас что-то меня втянуло». Или если на обратном пути мистер Уайт пробьёт покрышку, не сомневайтесь, следом его жена услышит «Смотри, что я из-за тебя сделал». И внутренний ребёнок Уайта будет только рад происшествию, которое даст ему право срываться, идутся на супругу, ведь это она надоумила его ехать в эту дыру. Но почему эти Уайты такие токсичные? Что с ними не так? Почему они не могут без этих своих дурацких игр? Но, как вы понимаете, в игры играют не только Уайты, но ещё и Кондрашовы. В частности, именно ты. Да-да, твоя фамилия Кондрашов, и ты сейчас смотришь это видео. Мы всё про тебя знаем. Мы следим за тобой. А если серьёзно, то в игры играют практически все. Потому что для каждого найдётся его игра, при этом под игрой не обязательно понимается нечто весёлое, озорное и несерьёзное. Игры в транзактном анализе по отчаянности игроков и тяжести последствий подразделяются на три степени. Сравнительно безобидная и сводящаяся к лёгкой нервотрёпке игра «Смотри, что я из-за тебя сделал», такова только в своей начальной, но ещё и в средней форме. А в третьей степени, где водящим окажется не воршливый мистер Уайт, а какой-нибудь мстительный психопат, всё может закончиться судом, больницей или моргом. Поэтому, если вы чувствуете, что кто-то пытается вас втянуть в игру, лучше не втягивайтесь, не делайте ответный ход. Если по всем признакам с вами хотят разыграть «да, но», лучше отказаться от дачи каких-либо советов. Потому что, как вы помните, никому здесь ваша помощь не нужна. Человек пытается просто потешить своих тараканов за ваш счёт и вряд ли настроен на какой-то конструктивный диалог или взрослую деятельность. Заметить игру со стороны, когда в неё играет другой человек, вполне реалистичная задача. Но она значительно усложняется, когда речь идёт уже о тебе. И ты, будучи погружённым, убеждён, что на права взрослого человека решаешь вполне себе взрослый вопрос. Например, в игре «Смотри, что я из-за тебя сделал», о которой было рассказано ранее, жена мистер Уайта тоже разыгрывает свою партию. И её игра называется «Я только пытаюсь вам помочь». Суть этой игры в том, чтобы пытаться оказать помощь, но наталкиваться на неоправданные обвинения и оскорбления, подпитывая тем самым свою жизненную позицию о том, что все люди свиньи и ожидать ничего хорошего от них не стоит. И для этой игры ей позарез нужен такой парень, как мистер Уайт. Идеальная пара. Предвижу комментарии о том, что транзактный анализ – это туфта собачья, впрочем, как и вся психология, ведь психология – это, как известно, не наука. И попрошу вас передрисовывать таких комментаторов вот на этот таймкод, потому что, как показывает опыт, авторам самых разгромных комментариев почему-то даже само видео смотреть не надо, они заранее всё знают. У транзактного анализа, как и у практической психологии в целом, есть одна особенность – их концепции нефальсифицируемые. Их ни подтвердить, ни опровергнуть. Это означает, что вот Эрик Бёрн выдвинул когда-то идею об эгосостояниях ребёнка, взрослого и родителя, и никак это эмпирически не развенчать. Нельзя залезть в голову к человеку и сказать, ага, никаких тут детей неадаптивных, не свободных нет, расходимся, нас обманули. Это и отличает практическую психологию от той же медицины, где в любой момент, если вы засомневались в наличии у человека какого-то внутреннего органа, например, мозга, вы можете это дело тут же проверить, скажем, на МРТ. И скорее всего это и имеют в виду те, кто говорят, что психология – это не наука. Вы вольны выдвигать сколь угодно экстравагантные идеи про сублимацию и коллективное, бессознательное, и пусть хоть одна скотина попробует доказать, что ничего такого не существует. Наука же отбревает все ложные гипотезы путём непосредственного наблюдения. Вот Эйнштейн когда-то предсказал существование гравитационных волн. И пока в 2015 году приборы не зафиксировали их, всё-таки оставалось на уровне мысленных построений. Так что в этом смысле психология действительно отличается от остальной науки. Просто так вышло, что предмет психологии предельно абстрактен и нематериален. Это человеческая психика, её нельзя наблюдать непосредственно, щупать, засекать детекторами или собирать её образцы для анализа. Но зато на неё можно оказать воздействие и получить некий отклик. Поэтому психология проверяет свои гипотезы иначе. Она берёт некую концепцию, разрабатывает на её основе метод и смотрит, насколько этот метод на практике помогает людям, позволяет им справиться с реальными психологическими проблемами. А уже эти данные подлежат научно-статистическому анализу и учёту. И с этой перспективы транзактный анализ тащит. Под видео вы найдёте ссылки на научные работы, подтверждающие эффективность транзактного анализа при лечении посттравматического стрессового расстройства, тревожности, депрессии, алкогольной и наркотической зависимости, да и просто в повышении самооценки. Психотерапия в форме транзактного анализа действительно помогает людям. И это главное достоинство транзактного анализа, за которое, я думаю, ему можно простить некоторую абстрактность его концепции. Ну а в конце концов, что вы хотели? Каков объект изучения, таков инструмент. А главный вопрос, я, как обычно, припас на конец. Что будет, если не играть в игры? Вообще, игры — это только верхушка айсберга, а сам айсберг — это жизненный сценарий. Под сценарием понимается набор представлений о мире и о себе, внутренних приписаний и ограничений, приобретаемых, как правило, в детстве, которые определяют весь дальнейший ход жизни. Грубо говоря, уже тогда человек неосознанно решает, позволит ли он себе при прочих равных быть счастливым, успешным или нет, будто принимает предсказанную судьбу. А игры — это как раз то, что подкрепляет выбранный сценарий. Жизненный сценарий может проистекать из отношений с важными для ребенка людьми моделей поведения, которые демонстрируют его родители, игры, в которые они играют, и даже фраз, которые они повторяют. Если у родителей любимым лозунгом было «Никогда хорошо не жили, значит, это нечего начинать», Элеваторе с ребенка частенько прилетало что-то вроде «Да он у нас дурачок», «Да она у нас неумеха», или, возможно, ему уделялось недостаточно времени, из-за чего он чувствовал себя пустым местом, при таком раскладе вряд ли он будет идти по жизни с настроем победителя. Он примет как данность, что ничего хорошего ни из него, ни из его начинания не выйдет, и чтобы продолжать подтверждать сценарий неудачника, а картина мира не давала трещин, он будет склоняться несознательно к выборам и решениям, которые подтверждают его линию судьбы как неумехи и пустого места. Про таких людей обычно говорят, у него вечно все не слава богу, или он притягивает неудачу. И среди его любимых игр могут оказаться вот эти несколько с говорящими названиями «Алкоголик», «Ударь меня» и другие родственные, смакующие самоуничижение и чувство беспомощности. Освободиться от сценария можно, предоставив своему взрослому больше полномочий. Транзактная психотерапия помогает человеку научиться замечать моменты вхождения в сценарий, когда у руля оказываются убежденные в неотвратимости судьбы внутренний ребенок или родитель, которые по заготовленным ранее установкам и представлениям, зачастую нездоровым и устаревшим, ведут корабль на скалы, пока капитан взрослый, который не верит в судьбу и прочую хрень, дрыхнет где-то в каюте. Только не нужно думать, что любые сценарии игры это обязательно что-то плохое, этакая матрица, от которой нужно пренепременно очнуться, чтобы оказаться в реальном мире. Во-первых, есть сравнительно неплохие и даже хорошие сценарии игры. Во-вторых, скорее всего, полное избавление от них невозможно. Полностью покинуть матрицу нельзя, ведь это то, как работает наша психика. То, как она структурирует реальность, делит ее на удобные паттерны поведения, потому что так проще и спокойнее. Например, игры позволяют без напряга проводить время с окружающими, разыгрывая сценки, где каждый знает свою роль, где все предсказуемо и уютно. Да еще вдобавок, игры помогают найти подтверждение нашим жизненным взглядам, что, опять же, снижает уровень хаоса в мире. Но при этом, игроки прячутся за масками, амплуа, некими типичными моделями поведения и эмоционально дистанцированы друг от друга. И это здорово. Это дает чувство защищенности, ведь мы не стремимся излить душу первому встречному и не впускаем к себе в дом каждого бармота. Блин, по факту сказано вот все. Правильно говоришь, мужик, правильно, ну, вообще без нареканий. прости, а ты вообще кто? Ну, как, ты же меня сам пустил пожить. Ну, ладно, сиди тогда, но только тихо. В любых отношениях требуется время, многим даже очень продолжительное, чтобы довериться и открыться, ведь искренность всегда делает себя уязвимым перед другим человеком. Но в отдельных случаях эта подлинная близость может не наступить никогда, и люди так всю жизнь проиграют в игры и не встретятся в реальном мире. И близость, интимность, доверительность это именно то, что случается с людьми, когда заканчиваются игры. Это то, что раскрывает в полной степени ценности глубину отношений, неважно, семейных, романтических, дружеских, когда больше не нужно никем казаться, а достаточно просто быть. Поэтому в некоторых случаях матрицу все же можно и нужно покидать. Помимо способностей к близости, независимость от игры сценария дает еще две суперсилы. Осознание настоящего. Или, как сформулировал сам Эрик Берн, это способность видеть кофейную чашку и слышать пение птиц по-своему, а не так, как учили. Воспринимать реальность не через призму детского или подросткового опыта с ее искажениями и узостью восприятия, а непосредственно и здесь, и сейчас. И еще одна суперсила спонтанность, которая означает способность свободно переключаться между эго-состояниями ребенка, родителей и взрослого и испытывать подлинные, естественные чувства, а не те, которые считаются правильными и приемлемыми, которые ты должен иметь, потому что, видите ли, так прописано в твоем сценарии. Например, Вику воспитывали хорошей, милой девочкой, которая никогда ни на кого не злится и не выказывает недовольство, потому что она же не мальчишка, чтобы себя так вести, приличной девушке не к лицу демонстрировать характер. И вот она проживает сценарий тихоней, серой мышки, и вместо того, чтобы испытывать гнев, когда ее что-то бесит, подменяет его другими, более подходящими ее сценарию чувствами, например, грустью. Быть спонтанной в ее случае означает быть способной вырваться из эго-состояния адаптивного ребенка с его выученной печалью и дать волю естественным чувствам. Да, как и любой человек, она теперь может вспылить и поссориться с кем-то, но зато это будет ее собственная, спонтанная реакция, а не то, как когда-то реагировала ее, например, мама или бабушка, проглатывая обиду и уходя в другую комнату. Ведь дети часто перенимают родительские игры, сценарии, установки, и ты всю жизнь будешь носить в себе голоса родителей и других значимых людей из твоих ранних лет, повлиявших на твое формирование. Реагировать так же, как реагировали они, справляться с трудностями, как справлялись они, играть в те же игры, что играли они. И так же, как они превратились в собирательный образ родителя внутри тебя. Когда-нибудь однажды твой голос станет для кого-то внутренним родителем. И уже сейчас ты в ответе за то, что он будет нашептывать этому человеку всю его жизнь. И однажды этот человек повторит за тобой, разговаривая со своими детьми, и твой голос будет передан дальше, в будущее, а потом еще дальше. И кто был его первоисточником, ты или не ты виноват, а все началось еще раньше, с твоих родителей или их родителей. На самом деле не важно. Ведь пока у тебя есть возможность в каждый отдельный момент времени что-то осознать и изменить, это твоя ответственность. И, возможно, то, как ты мыслишь, как поступаешь, как относишься к близким, чего боишься, чем дорожишь, это не только ты, но это еще и все они, кто будет после тебя. И их игры, игры, в которые будут играть люди, начинаются прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok